Рекомендуем подписаться на хороший канал, посвященный вселенной Близзард. На нем вы найдете множество отличных прохождений и летсплеев как по Heroes of the Storm, так и другим играм Близзард. Подписывайтесь, ссылка в описании. Леорик был посланником Виры Закарума, религии света, что стремилась стать более влиятельной на западных землях Санктуария, таких как Вестмарш и Хандарос. И в то время, как сердца жителей Вестмарша были завоеваны ей, соседнее королевство Хандарос сторонилось нового учения и в целом держало напряженное отношение с проповедниками этой религии. Прибыв в эти земли по приказу своей церкви, Леорик провозгласил себя королем Хандароса. И хотя жители сперва относились к нему с опаской, очень скоро они увидели в нем справедливого и могучего правителя, который действует в их собственных интересах. Следуя напутствием своего доверенного советника, архиепископа Лазаря, Леорик перенес свою столицу в небольшой город Тристрам. Там был обнаружен заброшенный храм Харадримов, и король принял решение восстановить его, отреставрировав на закарумский манер. Тристрам вырос, город полнился благополучием, став жемчужиной этих мест. Но, как оказалось, у маме высшей знати церкви Закарума уже многие годы из своего заточения управлял брат Диабло, Мефисто. И идея с отправкой Леорика в Тристрам была нашептана именно его волей. Когда Лазарь во время своих сновидений услышал зов Диабло, он спустился в катакомбу под храмом и освободил его дух из заточения. Мгновенно Диабло попытался завладеть телом могучего короля, однако тот был крепок, и все попытки владыки ужаса оказались тщетными, лишь сводя короля с ума. Когда разум Леорика помутился, он по совету Лазаря принял решение развязать войну с Вестмаршем, который, по словам советника, плел заговоры против его королевства. Туда же ушла и значительная часть его армии, включая капитана Лахданана и собственного сына Айдена. Решающим событием в окончательном безумии короля стало похищение его младшего сына, наследника трона. Король не догадывался, что это дело рук его советника, потому стал казнить всех, кто попадался на пути, обвиняя их в измене и предательствах. Тогда же некогда доброго Леорика стали звать Черным Королем. Единственное, что могло спасти его разум, это его жена Алиса, но Лазарь обманом заставил Леорика собственноручно казнить ее, отрубив голову. Ранее похищенный младший сын был принесен Лазарем в жертву Диабло. В это же время подземелья покинутого храма Харадримов стали полниться ордами нечисти. Вернувшись с военного похода, Лахданан вместе с рыцарями не смогли мириться с тем, во что превратился король, и вынуждены были убить Леорика. Это сделал лично капитан. И с последним вздохом монарха все рыцари вместе с Лахдананом были прокляты. Но король не погиб. Во время церемонии похорон он поднялся из мертвых и вступил в бой с присутствующими. Это был король-скелет и его вела воля Диабло. Вернувшийся с войны Айдан спустился в катакомбы, дабы прекратить нашествие сил зла. И каково же было его удивление, когда там он нашел Леорика. С мучениями он убил собственного отца, и его скелет на долгое время упокоился в скрепе. Когда через много лет на собор Трестрама рухнула звезда, сила, которую она источала, пробудила дух Леорика, и тот снова начал террор против местных жителей. Однако на этот раз, для того, чтобы победить его, пришлось искать корону, которая могла загнать бесплотный дух в тело, что можно сразить. И вот побежденный король-скелет вновь покоится в гробнице. Но кто знает, когда опять придет его час. В блестящих латах на коне он свято чтил закон. Король Леорик жил в стране, которой правил он. Но как-то раз для короля стал серым белый свет, ведь сын его средь бела дня похищен был. О нет! У короля огонь в глазах горел, что было сил. Чтоб всех виновных наказать, невинных царь казнил. Душа наполнилась свинцом, а в сердце хлад зимы Легло безумье на лицо печатью страшной тьмы. И стал роптать его народ. Горел в сердцах запал. Пырнули короля в живот, когда тот крепко спал. И к королю явилась смерть. В венке усопших роз король пред тем, как умереть, проклятье произнес. И зуб не попадал на зуб, как скрыться от проказ. Крестил священник хладный труп, чтоб тьму изгнать из глаз. Но отвести не смог беду, Леорик не исчез. Недолго он горел в аду, а после он воскрес. Поклялся тьме служить скелет, создал себе оплот. И в подземельях гадкий склеп с Леориком вас ждет. Он причинит вам злую боль, останки вмиг сгорят. Теперь для мертвых он король. За ним ступает ад. Ничто теперь вас не спасет. И проклята земля. Живые люди, смерть идет. Встречайте короля. И король пришел в Нексус. Леорик, боец ближнего боя, способный здорово подпортить жизнь своим врагам. Его особенностью является пассивное умение, лишенное смерти. Этот факт стоит уяснить очень хорошо, ибо король-скелет не умирает. Когда кто-то наносит ему урон, от которого другой герой отправился бы прямиком на кладбище, дух Леорика покидает его бренные кости и начинает восстанавливать это потраченное здоровье с помощью фантомных умений. Они, конечно, не наносят урона врагам, однако заметно ускоряют восстановление. Да и летающий призрак перед глазами сильно отвлекает. А порой даже умудряется вводить новичков в заблуждение. Первое активное умение Леорика — удар мертвеца. Оно обладает широкой областью поражения, однако дальность его невелика. Попавшие под удар противники помимо урона также будут довольно сильно замедлены, а если целью являются миньоны, то урон будет и вовсе удвоен. Усиление данного умения позволит восполнять королю скелету манну за каждую пораженную цель, вплоть до пяти целей. Увеличить дальность действия на четверть, здорово повысить замедление, а также позволит нанести удар второй раз сразу же после применения, однако лишь с половиной его силы. К тому же улучшенный удар мертвеца может восполнять Леорику здоровье за каждую пораженную цель, опять же, вплоть до пяти. И это усиление также справедливо для призрачной формы. Фантомная же версия умения — призрачный удар, не наносящий урон, однако все равно довольно ощутимо замедляющий. Второе активное умение Леорика — хватка отчаяния. Эта способность позволяет королю скелету, в буквальном смысле этого слова, схватить душу вражеского героя, нанося ему урон и при этом восстанавливая здоровье себе. В чем ее несомненный плюс? После срабатывания падший король может делать любые действия, продолжая наносить урон или избегая вражеских способностей. Минусом же ее является заметное замедление Леорика, во время которого покинуть зону поражения хватки не составляет особого труда. Усиливая данное умение, дальность его действия можно увеличить, также повысить количество восстанавливаемого здоровья, убрать эффект замедления, сократить откат этого умения за каждую секунду, в которой оно действовало на врагов, и в случае удачного применения, в ходе которого оно не было прервано, нанести дополнительный урон, хотя и без бонусного исцеления для себя. Это очень сильное оружие против героев с большим количеством здоровья и защиты, ведь его урон рассчитывается в процентах. Фантомная версия, вытягивание сущности, позволяет восстанавливать здоровье каждую секунду при удачном применении, тем самым также ускорить возвращение короля на поле боя. Третье активное умение Леорика — блуждающий дух. Эта способность позволяет отделять призрак от тела, проходить с его помощью сквозь миньонов, строения и героев, с постепенно возрастающей скоростью. По окончанию действия умения, или после его отмены, тело короля скелета переносится к текущему положению духа. Усиление данного умения может заметно уменьшить получаемый телом Леорика урон, пока дух отсутствует, сильно уменьшить время восстановления этой способности, если тело не получило урон, а также увеличить время этого астрального перехода более чем наполовину. И вот, наконец, мы добрались до героических умений короля скелета. Какие козыри находятся в рукаве у смерти? И из чего Леорику приходится выбирать? Давайте же узнаем. Первое героическое умение короля — погребение. Леорик возводит могильную ограду вокруг своих врагов, не позволяя им преждевременно покинуть поле боя. Довольно сильное умение, особенно в сочетании с мощными позиционными заклинаниями союзников. Усиленное погребение также на протяжении всего его действия будет наносить урон всем, кто в него попал. Второе героическое умение — поступь Черного Короля. Леорик совершает марш, сопровождая его взмахами своей ужасающей булавы, при этом нанося огромный урон попавшим под его действия врагам и восстанавливая здоровье за счет каждого из них. Усиление данного умения будет поражать всех попавших под удары противников в базовой версии Хватки Отчаяния. Из дополнительных умений, что доступны по мере развития персонажа, стоит упомянуть Присягу Смерти, пассивную способность, что восстанавливает здоровье иману Королю Скелету за каждого погибшего поблизости воина. Это умение также действует, когда Леорик находится в форме призрака. Способность Костоправ восстанавливает здоровье Королю Скелету в течение нескольких секунд после применения, в какой бы форме тот ни находился. И умение «Призрачное похищение», позволяющее наносить значительный дополнительный урон героям автоатаками, да и к тому же неплохо восстанавливать здоровье себе. На этом все. Следующего героя, который попадет под наш призыв, мы также предоставляем выбрать вам самим. Самый креативный комментарий на Ютубе — вот наше требование. Не пропустите следующий выпуск. Видео создано командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на Ютуб, Твиттер и Паблик ВКонтакте.